Прямой эфир на телеканале Вариант продолжается. Дорогие зрители, вместе с вами каждый четверг мы первыми узнаем, о чем напишут в завтрашней газете. Благодаря тому, что каждый четверг в нашей студии Сергей Валентинович Казаков, директор издательского дома Томикс. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте, Катя. Добрый вечер, уважаемые телезрители. На первой полосе такой серьезный заголовок «Ждать ли перемен?», чем он посвящен? Ждать ли перемен и фотография Владимира Владимировича Путина, это говорит о том, что от него сегодня, как от президента, уже вступившего в должность, теперь уже полноценно обладающего всей властью, которая предоставлена нашей Конституцией, от него много зависит, в том числе и что будет происходить в Владимирской области. Мы знаем, что у нас, правда, где-то 9 сентября будут прямые выборы губернатора, депутатов законодательного собрания, и вроде бы прямые выборы губернатора. Казалось бы, всенародное голосование, но мы знаем тоже прекрасно, что все-таки кандидатуру, которую выдвинут единая Россия, это будет, ну, по крайней мере, на первом этапе уже как бы кандидат, имеющий определенную фору. И сегодня мы знаем, что единая Россия ведет праймерис на выдвижение своих кандидатов в законодательное собрание, выдвигает на праймерис кандидатов, но пока мы не знаем результатов вот этого выдвижения. И самая интересная интрига создалась вокруг кандидатуры губернатора, потому что праймерис на движение, на праймерис кандидатуры губернаторов, кандидатов в губернатор нет сегодня. Хотя в некоторых регионах, где также пройдут выборы 9 сентября в этом году, я знаю, такие праймерисы проводятся. У нас же почему-то он не проходит. Ну, там разные объяснения, что там поэтому будет решать высший орган партии по таким кандидатурам губернатора. Вот, и как бы, наверное, возможно, это есть. Но все равно интрига остается. И сегодня, конечно, вот эти перемены в Владимирской области ждут очень многие. Я вам скажу, что я уже говорил в вашем эфире неоднократно, что сегодня, вот так, как бы называемый, от надежды до разочарования этой слоньюрины Орловой. То есть мы надеялись на нее, мы очень многие ей помогали, в том числе ваш покорный слуга в свое время руководил, когда ее опорой, я тоже ее поддержал. Ее приход сюда и считал, что, в общем-то, человек из Москвы, вот, с определенным федеральным опытом здесь должен сделать очень много позитивного. Но сегодня, в том числе у меня, произошло такое разочарование с Ланей Юрьевной Орловой. И что будет происходить вот 9 сентября, кто, точнее, даже раньше, когда объявят выборы, кто будет выдвинут вот отправящие партии, ну, и не только отправящие, другие партии будут выдвигать кандидатуру. Вот, ну, все-таки это основной, как бы, кандидат, как бы мы не хотели. Плюс еще там есть, так называемый, муниципальный фильтр, мы о нем скоро тоже напишем, как с помощью этого муниципального фильтра, ну, я вам просто вот один такой штрих, там нужно собрать в 16 муниципальных образованиях, так называемых первоуровнях, у нас всего 21, собрать надо, там, не менее 35 подписей, 128, которые минимальными являются. Так вот, если какие-то силы соберут в этих муниципальных образованиях на своих там кандидатов, так называемых спойлеров, которые просто обеспечивают видимую демократию выборов в семи вот этих муниципальных организациях первого уровня, муниципальных объединениях, то остальным кандидатам уже там просто невозможно выполнить условия, собрать в 16 муниципальных образованиях 35 подписей. Понимаете? То есть технически можно ограничить участие остальных вот сильных кандидатов, которые реально могут противопоставить себе кандидату там от партии власти, вот технически можно ограничить. Вот об этом мы будем писать. Очень интересная программа на сайте tomix33.ru, наш сайт, его наши читают, читатели, те, которые торопятся прочитать вот ту информацию, которая выйдет завтра в печатном номере нашей газеты, там выйдет программа Михаила Буянова «На чистую воду». Я тоже думаю, что тема актуальна, интересна, и те, кто хотят, могут ее посмотреть. Кстати, Сергей Юрьевич, раз уже заговорили вот тогда об этой разнице в читателях, которые используют все-таки интернет-портал и те, которые покупают, ну, что называется, живую газету. Почему все-таки вы не переходите только на интернет-вариант вашей газеты и вашего информационного издания? Ну, во-первых, у нас остаются читатели, которые подписывают газету и покупают ее в киосках «Распечать», у нас есть реализация. И поэтому мы не можем просто вот разочаровать этих людей и вдруг прекратить выпускать печатные газеты. Хотя это достаточно, как сейчас говорят, дорогое удовольствие. На самом деле, очень сложно содержать вот такую информационную газету, особенно газету, которая панирует власти. Вы знаете, что в каждом материале, вот здесь можно все заголовки перечислять, мы понимаем, что здесь в основном и муниципальные власти какие-то поднимаем вопросы, недостаточные ее работы. Там вот в Гороховце есть материал о Гороховецких вопросах, там в других территориях. В Собинке там тоже есть материал, который о Собинском районе публикует наш журналист Александр Сабов. Поэтому, конечно, мы будем продолжать, несмотря на то, что есть определенные службы, пускать печатные варианты. Мы очень дорожим нашими читателями. Ну и все равно, я вот как ни приду вот своим каким-то знакомым, друзьям смотрю, у них лежит наша газета на столе. Все-таки компьютер есть компьютер, а газета есть газета. Она как-то приятнее информации в ней получать многим еще из наших читателей. Еще одна такая тема, которая сейчас очень волнует наших журналистов и будет в серии материалов, поэтому вопросы, они уже появлялись. Это обманутые дольщики, которым вручил Светлана Юрьевна Орлова вот эти вот сертификаты. Мы продолжаем журналистское расследование. Наш издательский дом получил ответ. Мы писали на губернатора, но получили ответ там от департамента строительства. Смысл такой, что вот эти 30 квартир, сертификат на которые вручил Светлана Юрьевна, выделяет всего 4 строительных компаний. То есть, если вы просто 30 разделите на 4, то получается, что каждая компания почти там по 7-8 квартир должна выделить. Заметьте, все это в ответе написано, что производится добровольно. То есть, эти компании добровольно решили вдруг 30 обманутым дольщикам, гражданам, жителям Владимирской области, в городе Владимире, выделить бесплатно эти квартиры. То есть, по всей видимости, до конца мы не получили в официальном ответе, какой механизм будет выделения. Но мы так понимаем, что все-таки это в основном механизм дарения. Но при этом, как я говорю, расследование продолжается. Мы сейчас обращаемся в прокуратуру, к областному прокурору, хотим, чтобы там тоже проверили законность вот таких вот дарений и такой невиданной щедрости и благотворительности. Мы сейчас проводим это расследование и видим, что там есть областной закон, который, в общем-то, как-то очень... Там поправка была в 2015 году, которую предложил губернатор Светлана Юрьевна Орлова, который позволяет выделять земельные участки строительным компаниям, которые якобы участвуют в какой-то институционной программе, бесплатно. Ну, там, в аренду, но не бесплатно, а без конкурса. То есть, без конкурса они получают в аренду эти участки. То есть, у них появляется какое-то преимущественное право получить участок, потому что вот они участвуют в институционном проекте, в том числе вот с этими обманутыми дольщиками. И, по всей видимости, вот это бескорыстие, которое мы вроде наблюдаем, оно не такое уж и бескорыстное. То есть, там, ну, мы очень с большим подозрением сейчас смотрим вот на эти сертификаты, что это вдруг... И почему только четыре компании поучаствовали, да, вот возникает вопрос. А я бы, например, порадовалась. Нет, мы радуемся. А вы знаете, что они не получили сертификаты, они не получили квартиры. Получат ведь? Не обязательно, совсем не обязательно. Потому что, если механизм вот будет связан с определенным злоупотреблением, служебным положением, то есть, там могут возникнуть вопросы. А кто звонил этим, кто собирал этих строителей, почему они, так сказать, добровольно, а может и принудительно вдруг начали выделять эти квартиры. Понимаете? А вам не дали ответ, когда уже конкретно, вот хотя бы одна квартира по этому сертификату станет собственностью обманутого дольщика? Они написали, что механизм, вот этот и порядок выделения квартиры определяет сама строительная компания. Поэтому, когда это надо... Я вам могу сказать, там, если интересно, потом, к сожалению, не взял с собой ответ. Вот эти компании, если ваша телекомпания заинтересуется, она может обратиться в эти компании и спросить их, когда, по какой схеме они будут выделять эти квартиры. Я, кстати, буду очень рад, если эти, ну их мы так называем, граждане обманутые дольщики, получат свои квартиры. Вы понимаете, у меня как раз нет вот такого желания, чтобы они не получили. Вопрос стоит в том, чтобы это было законно, чтобы это было не под принуждением, и чтобы этим компаниям в будущем потом не создали какие-то преимущества на рынке, в отличие от тех, кто, например, не согласился. Ведь, смотри, четыре компании, а строительных компаний там, ну, больше десятка уж точно в Владимире, да, значит, кто-то не стал участвовать, наверняка всех просили. Или что, просили только этих? То есть вопросов много, и поэтому... Но эти вопросы меценатства, кстати, мы периодически поднимаем в наших эфирах. И если вы помните, Сергей Валентинович, что некоторое время назад в законодательстве было прописано, что люди, которые занимаются благотворительностью, они имели некоторые налоговые даже, да, преференции. Нет, еще нет такого у нас сегодня. Сейчас нет, было такое. Потом это все отменили, да, это было, потом это отменили. Вот вопрос такой, мы задаем вопросы действительно благотворительным фондам, которые работали и тогда, и сейчас при новых правилах, и, конечно, количество таких вот благотворителей уменьшилось. Ну, конечно, уменьшилось. Когда ты списываешь это на затраты, на себестоимость, да, это уже одно дело. Другое дело, когда вот эти квартиры, как мы говорим о них, если они будут выделены, один из механизмов, быстрее всего он будет применен, это выделение квартир за счет чистой прибыли. То есть ты должен сначала заплатить налог на прибыль, потом еще кто-то должен заплатить НДФЛ 13% вот со стоимости этой квартиры. Это тоже вопрос, кто будет платить. А вот вы, как человек, который, да, долгое время был руководителем опоры России, много общались с предпринимателей, с малым и средним бизнесом. Ну, как вы считаете, должны быть вот такие некие, ну, не знаю, налоговые преференции для благотворительных меценатов или все это ни к чему? Сделал добро, бросая его в воду? Нет, почему? Я считаю, что это вполне вот как было. Ну, может, какими-то суммами ограничить, там не обязательно все списывать на себестоимость. Может, там, да, там миллионы в год условно, я говорю, там это будет списано на себестоимость, да, то есть не будет облагаться налогом на прибыль. Остальное, если ты хочешь там 2 миллиона выделить, там уже может быть из прибыли. То есть механизмы должны быть, потому что интерес предпринимателя просто отдавать из прибыли свои деньги в больших суммах вряд ли кто-то отдаст. Кстати, строительная отрасль, которая сегодня вдруг отдала вот эти квартиры, находится не в лучшей ситуации, насколько мне известно. Там есть большие сложности, поэтому очень удивительно, что просто так вот, ладно бы была процветающая отрасль, да, а просто так вот в тяжелой ситуации отдают там, не знаю, там 8 или там сколько квартир. То есть они что-то хотят за это получить. А вопрос, а если им что-то пообещали, ну, это уже, вот я говорю, как минимум злоупотребление служебным положением. Кстати, вот школа 8 ЮЗЭ, продолжая строительную тему, мы это тоже, как бы сейчас, тема будет у нас продолжена. Это 8 ЮЗЭ, насколько мне известно, была сдана 1 апреля только, помните, мы говорили, что надо ее до конца года, там с недоделками. Это тоже сейчас зона ответственности областной администрации, можно сказать, Светлана Юрьевна Орлова, поэтому будем следить за ситуацией, как с этой школой, пойдет ли 1 сентября, по крайней мере, в хорошую школу. Наши вот те ученики, родители которых записали их в эту новую школу. По-моему, какая у нас по номеру, 49-я, кажется, да, школа? Еще материалы от начальной школы демократии, это о том, как проходили акции во Владимире перед анаугурацией Владимира Владимировича Путина. Кому выгодны дутые достижения, здесь жители Владимира оценивают работу нашей жилищной инспекции, госжилинспекции, и поэтому тоже здесь интересный материал, блеск и нечета депутатов ЗС, это прошла декларативная кампания, кстати, я так смотрю, людям как-то стало совсем неинтересно, сколько зарабатывают депутаты, нет каких-то оценок, нет анализа этого. Ну вот мы пытались этот анализ сделать, сколько депутаты получают, сколько получают депутаты работающие на постоянной основе. Наверное, наш телевидитель знает, что из 35 депутатов ЗС Владимирской области у нас 10 человек из 35 работает на постоянной основе, то есть за заработную плату, остальные 25, они работают там, как говорится, на общественных началах, они за это деньги не получают. Поэтому вот, ну декларации они все равно подают, и те, кто интересуется этим, может прочитать. Там разница, нужно объяснить, да, зрителям, что те, наверное, которые работают на постоянной основе, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, или такого нет сейчас? Нет, нет, конечно, кто работает, нет, конечно, есть, вы правы, если тот, кто работает на постоянной основе, это председатель законодательного собрания Владимир Николаевич Киселев, там Хохлова Ольга Николаевна, заместитель, ну и так далее, там Осенин, председатель бюджетного комитета Максим Сергеевич, Сергеевич, они работают на постоянной основе, получают заработную плату и не имеют права вести предпринимательскую деятельность. Они имеют право получать там дивиденды, но передают вот в управление эти свои там активы, которые у них есть, акции, какие-то доли в обществах с ограниченной ответственностью, там, и все остальное, то, что приносит доход, все это передается, так сказать, в управление, и при этом не имеет права человек участвовать в органах власти, там, даже быть, вот, подписывать учредительные какие-то решения, учредителей, это все закон запрещает. Ну, тоже вот такая тема, она сейчас в телеграм-каналах, которые пока безуспешно блокируются, телеграм, да, мы знаем, продолжает он как-то работать, и вот в телеграм-канале есть такой раздел, по-моему, бабушка надвое сказала, какой-то такой вот канал, который поднял тему смерти в приемной губернатора жителя Собинского района, и вот сейчас на эту тему как бы идет полемика, он был участником войны, этот человек, вот, ну, тут по-разному можно оценивать, я не думаю, что вот, мое личное мнение, что в смерти этого человека необходимо просто винить там, ну, кого-то из руководства области, раз это произошло в приемной губернатора, да, то есть я не думаю, что как бы это могло, наверное, случиться в любом месте, человек, видно, пожилой, да, так сложилось, вот, ну, определенные, значит, мнения по этому поводу есть. Вот иногда, знаете, иногда бывает, вот лишь бы пошуметь, что касается соцсетей, у вас есть такое ощущение, что бывает, что, не знаю, не фейковые даже новости, а просто обсуждают какие-то мелкие скандалы и пытаются, не знаю, может, люди таким образом свой негатив выплескивают, нет? Ну, вы знаете, вот, возвращаясь к началу, с чего мы начинали, ждать ли перемен, все-таки мы прекрасно понимаем, почему Владимир Владимирович Путин на первой полосе, потому что решение, в частности, вот по губернатору, в первую очередь, будет приниматься в Кремле, мы это понимаем, и как бы не говорили, что там народ выберет, да, народ выберет, но вот предложат нам кандидатуру номер один, конечно, из Кремля, так скажем, да, а уж потом будут выборы, тем более, я уже рассказывал про муниципальный фильтр, который дает возможность, в общем-то, какого-то еще одного сильного и независимого кандидата придержать. Поэтому, конечно, понимаете, мы прекрасно понимаем, что вот эти все перемены очень люди ждут. В последнее время сложилось достаточно много претензий к областной власти, и мы бы хотели, чтобы вот уже следующие пять лет, как-то мы, президент заявил о переменах, чтобы мы тоже в этом русле шли, и были у нас перемены позитивные. Сергей Леонидович, спасибо большое за сегодняшнюю встречу, ждем вас в следующий четверг, надеемся, что неделя будет позитивная и очень насыщенная.